Чтобы правильно определить падеж имени существительного, надо знать, во-первых, название падежей, знать вопросы, на которые эти падежи отвечают, а также знать, какие предлоги употребляются с падежами. В именительном падеже нет никаких предлогов, то есть слово в именительном падеже употребляется без предлогов, потому что это начальная форма. Кто медведь, кто учитель, кто мама, что свет, солнце, ручка. В родительном падеже такие предлоги от, до, из, без, у, для, около, с, вокруг, после, для и возле. К этим предлогам очень легко подходят вопросы родительного падежа кого-чего, от чего, до кого, из чего, без кого, у кого. Это очень важно знать, так как родительный падеж у нас отвечает на вопрос кого, а также винительный падеж отвечает на вопрос кого. И обратите внимание, что в винительном падеже предлоги совершенно другие. То есть, если мы будем знать предлоги родительного падежа и винительного падежа, то мы не ошибемся в определении падежа имен существительных. Дательный падеж. У дательного падежа чаще всего это предлоги к чему, к кому, по чему, по кому, к дому, по дороге, к папе, по сестре. Винительный падеж отвечает на вопрос кого, что используется с предлогами в, во, на, за, про, через и по, на, что, на, луну, про, что, про солнце. Здесь важно помнить, что у нас винительный падеж и именительный падеж у них тоже одинаковые есть вопросы. Вопрос что. И если слово отвечает на вопрос что, но имеет предлог, то это не является именительным падежом. Это винительный падеж. Творительный падеж отвечает на вопросы кем, чем и используется с предлогами с, за, под, над, между, перед, со и другими. И предложный падеж отвечает на вопросы о ком, о чем и используется с предлогами при, о, об, на, в, во, о чем, о плане. Также важно помнить, что предложный падеж так и называется, что слова в предложном падеже всегда употребляются с предлогами. Поэтому предложный падеж.